Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Сегодня вакцинировано 213 120 человек. Это 84,2% взрослого населения. Глава округа провел встречу с жителями в режиме онлайн. Чистенько, хорошо, здорово. Вообще, лучше. Конечно, намного. Завершен ремонт 11-й поликлиники. Мне кажется, я с этим родилась. Всегда хотела, чтобы детей было много. Потому что, ну а в чем еще? Это счастье. В картинной галерее в честь Дня матери прошло торжественное собрание. Мы очень хорошие тренера. Всегда помогают. Про турнир городского округа по боксу смотрите в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. Новая рабочая неделя началась в городском округе Люберцы с оперативного совещания в администрации. О проделанной за отчетный период работе доложили руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Все подробности в материале моих коллег. Василий Геннадьевич, представляется жилье в деревне Матяково. Еженедельное оперативное совещание началось на этот раз торжественно. Восемь детей-сирот, которые достигли совершеннолетия, получили ключи от собственных квартир. Всего в этом году по программе губернатора Подмосковья обладателями жилья станут 33 человека. На данном этапе вы вступаете в взрослую жизнь. Это поможет вам в этой жизни устоять. По крайней мере, будет какое-то свое гнездышко, где вы можете дальше и развиваться, создавать свои семьи. Затем работу совещания продолжили в обычном режиме. Первыми свои доклады зачитали правоохранители. На прошлой неделе в Люберецкую полицию поступило 1900 обращений. Стражи порядка возбудили 36 уголовных дел, 30 из которых раскрыли по горячим следам. Также было 197 ДТП с шести пострадавшими. Личный состав занимается по плану. Никаких громких происшествий не произошло. Без громких происшествий прошла неделя и у люберецких спасателей. За отчетный период они осуществили 59 выездов по сигналу тревоги. На территории городского округа потушили 4 пожара. Все возгорания обошлись без жертв и пострадавших. 19 ноября в 13.55 загорание трансформаторной подстанции на адресу городского округа Либерца, проспекта Гагарина, у дома 24, корпус 2. В результате загорания трансформаторной подстанции обгорело электрооборудование в одной из двух секций на площади 10 квадратных метров, а также закопкили стены и полог по всей площади секции. Отчеты главе городского округа предоставили также сотрудники управления администрации. На встрече подвели спортивные итоги недели и рассмотрели жалобы и обращения поступающие от жителей. Заведующий Люберецкой подстанцией скорой помощи Алексей Сульдин рассказал о работе службы. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей городского округа Люберца. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции встреча прошла в дистанционном режиме. Обращения в адрес главы поступали через социальные сети и по телефону прямого эфира. В начале встречи Владимир Ружицкий рассказал о ситуации с COVID-19. Количество заболевших в городском округе пошло на спад. Но, тем не менее, работа двух ковидных госпиталей и детского инфекционного стационара продолжается, так же, как и вакцинация от коронавирусной инфекции. Тем временем в социальные сети главы уже начали поступать вопросы. Большинство обращений связано с блоками ЖКХ и благоустройства. Жители дома 5-5 по проспекту Гагарина пожаловались на качество воды и попросили решить эту проблему. Данный вопрос завтра будет отработан. Сотрудники управляющей компании совместно с представителями ЖКХ администрации детально разберемся с вами, выйдем на связь и отработаем данный вопрос. Часть вопросов коснулась работы общественного транспорта и безопасности дорожного движения. На участке Новоризанского шоссе, где проходит реконструкция, поменяли место автобусной остановки. По словам жителей, такая перестановка создает угрозу для пешеходов. По поводу остановок карьер, которые убрали и на тысячу метров от прежних остановок. Люди просто вынуждены добираться до них по проехи части, и они подвергают им там свои жизни. Данный вопрос вынести на комиссию по безопасности дорожного движения, пригласить руководителя батальона, кто обслуживает Новоризанку, пригласить на эту комиссию, в чём бедене эта дорога, и пригласить жителей, и детально разобрать, и выйти на какие-то решения, чтобы это удовлетворяло жителей. Дистанционная беседа с жителями продолжалась больше часа. За ней могли наблюдать все желающие. В социальных сетях главы шла прямая трансляция. Подобные встречи Владимир Ужицкий проводит каждый месяц. Луиза Егия Заря, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Сотрудники Люберецкой госавтоинспекции провели акцию ко дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Они собрались у памятного знака, установленного на территории отдела ГИБДД, в ноябре 2018 года. Настоятель Свято-Троицкого храма протеерей Андрей Михайлов совершил литию по погибшим. После литургии участники мероприятия возложили цветы к мемориальному камню. Также в памяти погибших в дорожных авариях сотрудники ГИБДД каждый год высаживают дерево на аллее памяти. В городском округе Люберцы произошел несчастный случай из-за перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Инцидент случился 14 ноября в 20.05 на станции Малаховка. Взобравшись на крышу надземного перехода со стороны улицы Южная, мужчина попал на платформу и угодил под колеса электропоезда. От полученных травм он скончался на месте. Во избежание подобных трагедий сотрудники администрации, полиции, народные дружинники и представители РЖД провели совместный рейд. Они обследовали территорию вдоль станции на наличие самодельных переходов. Несанкционированные лазейки, которые выявили во время проверки, перекроют в ближайшее время. Кто-то, может быть, экономит средства, не жалея свое здоровье, РЖД восстанавливает, пытаются там выше ограждения, заборы сделать, потому что места есть где-то, люди сами ломают, делают эти проходы, есть где-то, что не так высоко и достаточно удобно перелезть, если это там не пожилой человек. В поликлинике номер 11 в поселке Малаховка завершился капитальный ремонт. Глава округа Владимир Ружицкий проверил качество выполненных работ. У нас уже завершение работы. Это на выходе первый этаж, женская консультация, лестничные марши. Эта поликлиника в Малаховке работает с 80-х годов. Пришло время залечить все гнилые зубы. Именно так называется губернаторская программа по ремонту медучреждений в Подмосковье. И мы вошли в программу губернатора по ремонту поликлиник. И понятно, что мы же зависим от денег. И была изначально одна сумма, где мы отремонтировали, по сути, со второго по четвертый этаж. Настаивали, искали деньги, нашли. И был второй этап. Вот мы отремонтили первый этаж. Первый этап ремонтных работ обошелся в 40 миллионов рублей. На второй этап потребовалось 12. Заменили инженерные системы и электропроводку. Установили современный лифт. Бригады работали в непростых условиях. На время ремонта поликлиника не прекращала свою деятельность. Второй этап, вот первый этаж, плюс входная группа, плюс лестница, было у нас затрачено даже меньше месяца. Ресурсы мы работали в две смены. Около 50 человек, 50-55 человек, включая инженерный состав. Работы производились в ускоренном темпе. Отделка стены потолков произведена в бело-синей гамме, что соответствует новому брендбуку Минздрава. Вывески также будут соответствовать новым стандартам. В поликлинике трудятся около 70 медицинских работников. И мечтают побыстрее занять свои новые рабочие места. Чистенько, хорошо, здорово вообще. Конечно, намного. Ну вот, конечно, закрепить чуть-чуть. Мы с вами-то уже договаривались, да, ну, закрепим. И мебель, и все, и мы будем счастливать. Мебель доставят в ближайшее время. А новые отремонтированные отделения на первом и втором этажах начнут функционировать со следующей недели. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Курение табака – самая распространенная вредная привычка в мире. По статистике, в России от этого пагнумного пристрастия каждый год умирают около 400 тысяч человек. А средний возраст начинающих курильщиков – 11-13 лет. О том, как навсегда избавиться от сигарет и начать здоровый образ жизни – наш следующий сюжет. Холодно, конечно, но для спорта самое то. Это сейчас 25-летний Владислав Воронцов с такой легкостью занимается на тренажерах. Раньше его мучила дышка и головные боли. Молодой человек понял, что причина плохого самочувствия – курение. И принял для себя твердое решение – навсегда избавиться от вредной привычки. Когда мысли приходят о том, что хочется покурить, я сразу занимаюсь себя чем-то другим. Например, послушать музыку, поиграть даже в компьютер. Достаточно просто у меня получилось. Так как с первого раза бросил. Если сравнить со своими друзьями, которые не могут бросить годами, которые бросать на неделю и возвращаются вновь к этой привычке, у меня получилось это сразу сделать. А вот Артему Саркисову о такой силе воли только мечтать. Рука так и тянется за пачкой сигарет. Каждый день начинается с курения и заканчивается так же. Попытки бросить пагубное пристрастие были, но не заканчивались успехом. Я курю уже где-то около 10 лет. Как-то вот, как начал, и до сих пор не могу никак избавиться от этой привычки. Пробовал, бросал где-то на две недели. Вроде как-то справлялся-вправлялся, но, как обычно, знаете, там, какое-нибудь мероприятие. Погуляешь, пошумишь и по привычке опять начнёшь. Ну, вот так и произошло. Заядлый курильщик признаётся, что хотел бы навсегда избавиться от сигарет. Несмотря на молодой возраст, он уже ощущает негативное воздействие табака на здоровье. Но повышенное давление Артём обычно ссылал на усталость. Как выяснилось в беседе с врачом, это тоже побочный эффект сигарет. Нам нужно бросать курить. Врач предупредил, если этого не сделать сейчас, последствия в дальнейшем могут быть печальны. Повышенное давление приводит к инфаркту или инсульту. Когда ко мне приходит пациент с давлением, он говорит, я курю, я ему обычно говорю, когда бросите курить, тогда приходите, будем лечиться. Потому что смысл наш – это расширить сосуды, они каждой сигаретой сосуды сужают. Поэтому смысла в лечении нет. Чтобы никакого лечения и вовсе не понадобилось, Артём сразу после приёма терапевта сделал первый и основной шаг. Бросил в урну пачку сигарет и пообещал себе, что на этот раз навсегда. Луиза Егия, Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Волонтёры-медики вышли на помощь профессиональным врачам. Тему продолжит наш корреспондент. Студентка четвёртого курса медицинского колледжа Диана Мэтисян приходит в поликлинику к восьми утра. Весь день она проведёт в стенах медицинского учреждения. Диана – волонтёр. Конечно, это добровольное решение. Но когда мы шли в медицину, мы уже понимали, что будем участвовать в спасении жизни людей. И волонтёрство – это добро людям. И мы решили пойти. Диана заполняет анкеты в регистратуре, отправляет данные пациенту в медицинские лаборатории и вносит сведения о прививке в систему ЕМИАС. Теперь QR-коды придут быстрее. Тем самым мы имеем возможность высвобождения медицинских работников непосредственно на процесс вакцинации населения. У нас уже это второй эпизод привлечения волонтёров. Впервые мы привлекали волонтёров прошлым летом, в июле-августе месяце. Тогда они тоже нам оказали достаточно существенную помощь. Я могу вам сказать, что если у нас неделю назад было людей вакцинированных, но не внесены в реестр, это было более 8 тысяч человек, то сегодня чуть-чуть более трёх тысяч – это предуслово того, что люди же ежедневно вакцинируются. Более 200 тысяч люберчан уже сделали прививку от коронавируса. Но вакцинация продолжается. Поэтому помощь Дианы Матисиан и других волонтёров будет необходима ещё долго. Дмитрий Гринчев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В конце ноября во всём мире отмечают День ребёнка. Праздник провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. Это ещё одна дата, которая призвана напомнить, что дети нуждаются в постоянном внимании и заботе. Маленьких пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства праздник тоже не обошёл стороной. Ксения Анучина приехала с мамой лечиться в Люберце из Лосина-Петровского. Большую часть времени маленькая пациентка проводит вот в этой игровой комнате. Игрушки и занимательные занятия помогают скрасить серые больничные будни. Мы вот лежали в других больницах, и вот игровая комната как бы только здесь. Мы и в Королёве лежали, и в Мониной лежали. В общем, пришлось нам поездить по больницам. Но здесь нам очень нравится. Содержимое доброй комнаты постоянно пополняется. И на этот раз сюда снова привезли новинки. А пациенты больницы получили персональные подарки, канцелярские принадлежности и материалы для творчества. Смотри ещё, какие мы тебе подарки принесли. Здорово! 20 ноября все знают, у нас семейный день ребёнка. И мы с моими коллегами из депутатского корпуса города, горского округа Люберца сегодня навестили детей. Мы это делаем на регулярной основе. Я очень рад, что и в наших и больницах, и поликлиниках нашего округа стало комнат таких больше. Это идея именно Московского областного отделения партии «Единая Россия». Я надеюсь, что другие регионы тоже переймут у нас этот хороший опыт. Проект «Добрая комната» стартовал в городском округе Люберцы в конце 2019 года. Кроме Московского областного центра охраны материнства и детства, подобные игровые зоны оборудованы в Малаховской детской поликлинике и в детском поликлиническом отделении номер один Люберецкой областной больницы. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Этот праздник учрежден совсем недавно, но о неоценимой роли его виновниц в жизни каждого человека знали во все времена. В честь Люберецких мам в картиной галереи прошло торжественное собрание. На нем побывали и мы. Увлекается публицистикой, фотографией, рукоделием, а дальше ведет блоги в социальной сети Инстаграм. А еще мама пяти дочерей сейчас готовится к встрече с долгожданным сыном. О большой семье Ульяна Соколова мечтала всегда воспитывать детей и дарить новую жизнь. Ее призвание. Мне кажется, я с этим родилась. Мне всегда хотелось, чтобы детей было много. Потому что, ну а в чем еще? Это счастье. Это счастье как бы тяжело не было иногда. С каждым ребенком это заново растешь как мама с самого его рождения. Врачи, учителя, полицейские, сотрудницы промышленных предприятий и бизнес-леди. В зале картины галереи собрались женщины разных профессий и специальностей. Но всех объединяет одно – они счастливые мамы. И именно за это в их адрес звучат поздравления. Я сегодня хотел бы каждой из вас пожелать искренне, чтобы ваши дети, самое главное, были здоровы. И тоже самое главное – оправдали ваши надежды, помыслы, мечты, чтобы они выросли такими, какими вы их видите. Вы избраны Богом давать новую жизнь. Это так прекрасно, потому что без вас человечество бы не развивалось, бы не приумножались. Поэтому счастья вам, здоровья, чтобы ваши детишки вас радовали, чтобы отдавали то тепло, которое вы дарите им всю жизнь. В честь виновниц торжества прозвучали не только поздравительные речи, но и вокальные номера. И, конечно, каждая песня была посвящена самому главному человеку в жизни. Юбилейную годовщину со дня основания отметила Кореневская школа номер 59. Общеобразовательному учреждению исполнилось 90 лет. В честь круглой даты коллектив и учащиеся устроили праздничный концерт, куда пригласили и нас. Кореневская школа номер 59 – одна из старейших в городском округе Люберцы. Здание 1931 года постройки – не мой свидетель важных и трагических событий в истории страны. Но во все, даже самые сложные времена учреждение образования выполняло свою главную миссию. Школа создавалась как школа для массового обучения детей. Традиционная школа. И вот эту ножку, этот крест она несла на протяжении всех 90 лет с достоинством. Это было и в 1931 году, когда решалась задача ликвидации бездравленности. Это было и в годы войны, когда учителя самоотверженно трудились. Это был сложнейший период 90-х, начало 2000-х годов, когда школа тоже выполняла эти задачи, тоже, которые медалисты. В день рождения школы вспоминали заслуги бывших сотрудников и говорили о профессионализме нынешних. В честь праздника педагогический коллектив получил благодарственные письма и почетные грамоты от главы городского округа Люберцы, Совета депутатов и профсоюза образования. Мы приняли решение в 2015 году именно вашему коллективу, такому профессиональному, работоспособному, ответственному, еще доверить одно здание. Да, оно не располагается в территориальной близости, оно в нескольких километрах, в деревне Марусино. Но тем не менее, мы посчитали, что именно вы сумеете наладить там учебный процесс. Юбилей общеобразовательного учреждения – знаковое событие для всего педагогического коллектива. Многие, кто сидит в этом зале, работают в 59-й школе уже несколько десятков лет. Я благодарна судьбе, что я именно оказалась в этой школе. И мы, вот, наше поколение очень любит нашу маленькую, уютную, теплую, такую гостеприимную нашу школу. За почти вековую историю учреждение образования сохранило свои традиции и в то же время продолжает развиваться и идти в ногу со временем. В конце этого года свои двери распахнет еще один корпус 59-й школы. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы установили фандоматы. Это роботизированные устройства для приема пластиковой и алюминиевой тары. Один из эко-пунктов успешно работает в 27-й школе. Там побывала наша съемочная группа. Утром перед началом уроков или на переменах возле фандомата выстраивается целая очередь. Одним движением руки на вторичную переработку отправляются пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Процесс приема в торсырья занимает несколько секунд. Встроенные датчики определяют вес тары, после чего она сжимается и попадает в разные емкости в зависимости от материала. После наполнения контейнера умная машина сама подает сигнал в центр управления о том, что пора вывозить собранное в торсырье. Фандоматы нам установили на прошлой неделе. И я могу сказать, что на полную мощность на второй день заработал, потому что когда дети поняли систему работы фандоматов, они очень активно вовлеклись. Прошла неделя и у нас фандомат уже полон пластиковых бутылок. У детей есть мотивация. За вторсырье фандомат выдает чек, содержащий уникальный код и баллы. В дальнейшем за них можно получить скидку в магазинах, комбообедах, сетевых закусочных и подарки от партнеров. Роботизированный агрегат – еще один помощник в воспитании культуры раздельного сбора отходов. Если мы не будем разделять мусор, то мы будем загрязнять природу, потому что это все будет кидаться на свалку и тем образом загрязняется природа. Сделать природу чище и получить за это вознаграждение смогут учащиеся 15 школ городского округа. Кроме того, эко-пункты установят в МФЦ, в спортивных объектах и в парках. Луиза Игия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла выставка кошек из приютов. Как помочь бездомным животным узнала наша съемочная группа. Прийти за новым телефоном, а уйти с питомцем. Такая возможность представилась посетителям торгового центра. Выставка «Возьми меня с собой» уже три года находит кошкам новые дома. «Обычно пристраивается около пяти. Ну, как-то у нас был рекорд, по-моему, десять у нас один раз пристроилось. Вот. Ну, обычно у нас тут кошек 30. Сегодня просто меньше людей приехало. Пристроилось пока два котенка маленьких и все». У каждой кошки непростая судьба. Многие столкнулись с жестокостью людей. Поэтому волонтеры подбирают надежных хозяев. «Стараемся подбирать еще под условия. То есть не просто понравился, отдал. Мы советуем все-таки по характеру, под жилищные условия, по темпераменту человека, под какие-то финансовые возможности. Но в любом случае все животные даются по договору. И с отслеживанием». В выставке участвуют приюты из Люберец, Балашихи и Ходькова. Большинство из них устроено в квартирах волонтеров. Лилия Гелот содержит несколько питомцев за свой счет. «В Люберцах нужен приют официальный, муниципальный. Потому что в Москве они есть, вот в Некрасовке, в Кожухово. А в Люберцах нет. И мы вынуждены кошек подбирать с улицы и пихать себе в квартиры, где и так уже по 20-30 кошек». Следующая выставка планируется в январе. Но забрать питомцев можно уже сейчас. Обращайтесь в приюты «Котолюб», «Лапушка» и «Лохматые судьбы». И не забывайте, мы в ответе за тех, кого приручили. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. После десятилетнего перерыва в Малаховке заработала общественная баня. В здании провели капитальный ремонт и полностью отреставрировали помещение. На торжественном открытии комплекса побывали мои коллеги. «Я был пацаненком, и пацаненком начинали здесь. Приезжали и с районов разных, и чуть ли не с Московской области, потому что там и парилка была хорошая, и зал. Там я помню, что еще стояли такие мраморные лавки». С этой баней связаны воспоминания многих коренных жителей Малаховки. До закрытия она была местом притяжения любителей попариться. Обновленный и современный банный комплекс снова к их услугам. «Сегодня нашлись, я оцениваю, достаточно хорошие ребята, которые организовались, нашли деньги и сделали ремонт. Я думаю, здесь будет достаточно комфортно, потому что есть и ветераны, и молодые люди, которые любят баню, ходят в баню». В здании 1949 года постройки провели масштабную работу. От замены коммуникаций инженерных сетей до установки нового оборудования для фильтрации воды. Также здесь появились современные печи-электрокаменки. Они позволяют регулировать уровень влажности. «Есть люди, которые любят сухую баню с небольшой влажностью, есть люди, которые любят большую влажность. Естественно, большую влажность мы можем добиться путем полива камней водой. Соответственно, небольшую влажность мы можем добиться за счет парогенератора, который уже встроен в данные печи». К услугам жителей четыре просторных залы. Один из них общественный, который рассчитан на 30 человек. Для детей, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей действует система скидок. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе состоялся турнир по футболу памяти прославленного спортсмена и тренера Василия Дрюкера. Это ежегодное мероприятие, которое собирает ветеранов отечественного футбола и друзей известного нападающего. Все подробности расскажет наш корреспондент. На этот раз местом встречи стал стадион «Электрон» в поселке Красково. Уже в 16-й раз ветераны люберецкого футбола играют в память о своем друге, предшественнике Василия Дрюкере. Именно столько лет прошло со дня смерти выдающегося спортсмена. Это национальный герой люберецкого футбола. Это примерно как Черенков в Советском Союзе, так и Василий Николаевич Дрюкер у нас в люберецком районе Московской области. В год, когда он умер, Федерация футбола постановила проводить этот турнир. Анатолий Яковенко – постоянный гость турнира. С Василием Николаевичем его связывает футбольный клуб «Торпедо». Играли вместе с 1964 по 1970-е годы. В 64-м, в 65-м году Федерация футбола Московской области организовывала список лучших игроков области по всем номинациям. Василий в течение этих двух лет, в 64-м, в 65-м признавался лучшим нападающим Московской области. Кроме вот таких чисто футбольных его достоинств, как человек он был очень хороший, порядочный, честный, абсолютно бесконфликтный. На турнир приехали 8 ветеранских команд со всего городского округа. В нем приняли участие спортсмены из соседних муниципалитетов. Несмотря на морозы, мокрый снег, игра состоялась. Каждый год играем в этом турнире, с удовольствием принимаем участие, вспоминаем ветеранов. Здесь не столь важен результат. Самое главное, что мы встретились вместе, опять увидели, увиделись, пообщаемся. Вот это основной результат. А получится выиграть, будет замечательно. Главный приз – кубок, посвященный памяти ветерана люберецкого футбола. Он будет храниться у команды, занявшей первое место, ровно год. А уже на следующем турнире перейдет новому победителю. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Московской государственной академии физической культуры прошел турнир городского округа по боксу. Затем, как держат удар юные спортсмены, наблюдали и мы. Для Эрика Саркисяна это не первые соревнования. Он занимается боксом с шести лет и становился призером всероссийских турниров. Его кумиры – Майк Тайсон и Флойд Мэйвейзер. У меня очень хорошие тренера, всегда помогают. У меня очень хорошая команда, всегда меня поддерживают во время боя. И других ребят я тоже поддерживаю. Совмещать регулярные тренировки и учебу в школе непросто. Трудолюбие Эрика вознаграждается победой. Его тренер и главный судья турнира Евгений Кацнельсон доволен результатом. Бокс – это и объективный вид спорта. Кто-то видит в таком ракурсе, кто-то в другом. Ну, в общем-то, принимаем все равно объективное решение. Я думаю, здесь все бои судят правильно. Мы за этим следим. Бокс – спорт не для девочек. 11-летняя София Титова рушит этот стереотип. Она дважды побеждала в турнире «Люберецкая перчатка». Мне нравятся боевые спортшколы. Мне нравится спорт этот. Я раньше занималась кикбоксингом. Это как бокс, только с ногами. И перешла в бокс. Мне очень понравилось. Турнир «Люберецкая перчатка» проходит в городском округе Люберцы 7 лет. В этом году в названии турнира внесли дополнение. С этого года мы присвоили данному турниру новое название в памяти нашего тренера, мастера спорта Сидорова Александра Сергеевича. Около 70 спортсменов приняли участие в турнире. Все боксеры получили юношеские разряды. Теперь они продолжат боевую практику на соревнованиях более высокого ранда. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин